Привет, это Виталий Глебочкин. Как я понял из комментариев, тема про обработку фотографии казалась вам интересна, поэтому продолжим. Итак, следующая картинка для Mobile Weekly. Мы имеем даже чуть более унылый исходник, чем в первом случае. Тут у нас весенний лес, когда снега уже не осталось, а зелень еще не вылезла. Хорошо, что хоть солнце светит. Хотя для моего творческого замысла это будет помехой. Почему? Потому что эту фотографию я буду превращать в ночь. Довольно-таки мирный силуэт мужика вдали только добавит атмосферы к моей задумке. Итак, с чего начать, когда вы не знаете с чего начать? Вам понадобится референсная картинка ночного леса. Где ее взять? Погуглим. В поиске переключаемся на картинки и гуглим ночной лес. Выбираем что-нибудь подходящее. Например, вот это подойдет. Копирую ее. Чтобы вставить эту фотографию в 3D Loot Creator в качестве референса, я к привычному Ctrl-V добавлю Shift. Получается Ctrl-Shift-V и картинка открывается в креаторе как референс, что подтверждает надпись вверху-слева. Давайте порассуждаем. Мой референс темнее и на нем нет никаких цветов, кроме синего. То есть, можно сказать, что у него синяя тонировка. Как в 3D Loot Creator можно скопировать тонировку? Перехожу на вкладку с кривыми. Выберу какой-нибудь метод извлечения кривых. Стандартный подойдет. Поскольку мое исходное изображение без тонировки, то я просто нажму на кнопку Grade. Итак, тонировка перенесена, но радости пока не ощущаем. Почему? Потому что картинка еще слишком светлая. Поэтому я на вкладке AB сделаю ее темнее и вдобавок понижу контраст. Уже лучше, но все равно что-то не то. А секрет тут в том, что когда вы накладываете чужие тонировки, выполненные кривыми на свои фотографии, то тонировки не ложатся на сильно насыщенные цвета. Сильно насыщенные цвета всегда нужно глушить до наложения тонировки. У меня очень сильно выбивается небо, поэтому я уменьшу насыщенность синего на AB сетке. Обратите внимание, что кривые в 3D Load Creator применяются к изображению уже после сетки. Конечно, можно взять и уменьшить насыщенность всей картинки, но я так делать не хочу, потому что в данном случае я потеряю цвет сосен. Он хоть и плохо различим, но есть. Моя картинка больше напоминает глубокие сумерки со светящей луной, нежели ночь, поэтому цвета еще могут быть слабо различимы. Небо сделают чуть темнее. Теперь с помощью кривой насыщенной светлота я сделаю света менее насыщенными, а насыщенность в тенях наоборот подниму. Вот они, мои сосны появились. Ну и в конце немного подниму тени мастер кривой и приглушу света. Вот что получилось. Сравним до и после. Темно, подозрительный мужик на горизонте, думаю, определенное настроение чувствуется. Оценим картинку на предмет наличия артефактов при 100% масштабе. Это фото тоже с телефона, поэтому что-то где-то могло пойти не так. Но нет, все прекрасно. На этом все, надеюсь вам понравилось. Пишите комментарии, я их читаю, важна любая обратная связь. Если только она без мата, за мат я баню. До встречи в новом видео, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова